Дай почитать. Безумная медицина. Вот история, подробно описанная 20-летним придворным врачом. Он был вынужден с жутковатой регулярностью отпиливать конечности у членов семьи бедного рабочего. У его жены 40 лет, нет правой стопы, левая нога мертвела. Дочь Мэри 15 лет, нет одной ноги ниже колена, другая хвачена гангреной. Элизабет 13 лет, нет обеих ног ниже колен. Сара 10 лет, нет одной стопы. Роберт 8 лет, нет обеих ног ниже колена. Эдвард 4 года, нет обеих стоп, младенец 4 месяца скончался. У главы этого несчастного семейства не функционировала только пара пальцев. А все потому, что они ели хлеб, зараженный спрыньей. Это род грибов-паразитов, заражающих злаки. И они становятся токсичными. При этом спрынья не уничтожается высокими температурами. Но, пожалуй, самая сокрушительная история связана с 14-летней Рэйчел, несколько лет страдавшей припадками, головокружениями, котой и бредом. Когда у нее случались припадки безумия, она безукоризненно читала наизусть длинные фрагменты из Геты, Шекспира и Шиллера. Еще ее беспокоил желудок. И, наконец, образовалась странная опухоль. И вот тут, дорогие слушатели, история становится по-настоящему захватывающей. Врач вскрывает опухоль и вытаскивает иглу. Через несколько дней еще, а всего за 18 последующих месяцев, было извлечено из разных частей тела, например, левой груди, поясничной области, из пупа, 295 игл. Неплохо, правда? Потом целый год. Все было спокойно. Но в течение следующих трех лет ей извлекли из ее тела еще 400 иголок. Вот это, простите, пирсинг. Терзает только мысль, а как иголочки-то попали в организм Рейчел? Одно из предположений – пикацизм. Такая болезнь – бесконтрольное поглощение несъедобных вещей. А вы, дорогие слушатели, говорите ужастики. Почитайте «Безумную медицину» Томаса Морриса «16+.» Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать! Продолжение следует...